Приветствую вас, и конечно, хотелось бы, чтобы вы немножечко более подробно объяснили свою дочь, ее конструкции, ее отношения с бабушкой, ее отношения с вами, ваше отношение с бабушкой и атмосферу вашей семьи. Эта информация могла бы более точно подсказать, как можно помочь вашему ребенку. Но, поскольку вы дали информацию столько, сколько дали, то, соответственно, я постараюсь ответить вам, исходя из того, что есть. Прошу прощения, если рекомендации будут немножечко неточны или окажутся вам довольно расплывчатыми. Значит, переживания ребенка, тем более такие сильные, могут быть связаны с определенной ситуацией, которая вызвала эти самые переживания впервые. Именно так, по сути дела, проявляется комплекс. То есть, у вашей девочки еще не комплекс, но, как бы, имеет место комплексная ситуация. Что есть комплекс вообще? Это совокупность элементов, определенных элементов жизненной ситуации, в которой объединяются аффектом. То есть, сильным эмоциональным переживанием. И ваша девочка это эмоциональное переживание на себе ощутила. Связано оно либо с самой бабочкой, либо с поездкой туда, либо с вашими отношениями с бабочкой. Значит, вы пишете, что перед поездками за город начала переживать. То есть, здесь речь идет, как я понял, не столько о самой бабочке, сколько именно о поездках. Вообще-то в поездке, или непосредственно в передней, что-то случилось. И единственный выход из данной ситуации является разговор с ребенком. Ребенок уже достаточно большой, восемь лет. С ним можно разговаривать, можно задавать вопросы, можно получать ответы. И нужно, чтобы вам, или тому, кому девочка доверяет, она рассказала бы о причинах ее переживания. О страхах, чтобы они были выражены, чтобы они были, как бы, вытащены наружу. И тогда вы, или другой взрослый, сможете эти страхи уничтожить. То есть, сказать ей, дочери, что в действительности ничего этого нет. Так, успокоить, попасть в эту ситуацию, когда ребенок переживает в корень ситуации. То есть, какую-то исходную ситуацию, которую ребенок боится. И после этого, показать ребенку, что в действительности все не так, как она себе представляет. Все по-другому. Для этого вам нужно иметь представление о том, что же, собственно, происходит. Чего ребенок именно боится. Потому что переживание, в данном случае, есть следствие. Это не причина. Это не корень страха. Корень страха является какая-то ситуация непосредственно при самом переезде. То есть, непосредственно во время поездки. Вот чего-то там, ребенок испугался. Чего-то там заставило ребенка чувствовать себя в опасности. Вот что нужно выяснить. И активно, активно обсуждать, разговаривать. Менять представление об этом у ребенка. Менять его точку зрения. Менять угол взгляда, если можно так выразить. И тогда, тогда ребенок бояться перестанет. Потому что добавить до тех пор, пока чувствует себя один на один, в данной социальной проблеме. Если этого не будет, то вашему ребенку полегче откровенно разговаривать. Вместе с ней пережить эту ситуацию, в которой она оказалась. Показать, что ситуация в действительности не такая, как видится ребенку, а другая, иная. И тем самым вам помочь ей преодолеть данную страх, данную проблему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.